Сегодня члены Кабинета министров рассмотрели ряд постановлений и законопроектов на повестке о корректировке в правила предоставления земельных участков, установление прожиточного минимума и утверждение отчета об исполнении бюджета за 9 месяцев. Подробнее расскажет Дмитрий Ковалев. Прогнозы оправдались. Доходы республиканской казны растут. Только с января по октябрь поступило порядка 35 миллиардов рублей. Но к членам Кабмина у его председателя были и вопросы. Успеют ли ведомства освоить бюджет и реализовать сполна все приоритетные проекты? Там по Писулинской свалке оплата идет? Да, да, сейчас оплата и закуп идет. Все успеем. Дорожные работы по всем направлениям практически завершены. Но сейчас идет документальная работа и к декаблю месяцу мы максимально все средства освоим. Завтра будет сдача объекта Никулино-Заречное в Порецком районе. Прогноз сделали. Максимальное неосвоение состоит 4-5% по дорожному фонду в этом году. принимается, направляется к главе для дальнейшего направления в госсовет. Члены правительства утвердили и госпрограмму развития здравоохранения. В приоритете инновационные методы диагностики, модернизация больниц, подготовка квалифицированных кадров. От преобразований в медицине ожидают большого эффекта. Продолжительность жизни в республике должна быть увеличена до 78 лет. Самое значительное влияние на снижение показателей смертности оказывает три основных направления. Это борьба через сосудистые заболевания, онкологическим заболеваниям и снижение смертности у детей. Среди важнейших силовых индикаторов программы снижение смертности от всех причин, а также снижение смертности в трудоспособном возрасте еще на 30%. Появляются новые задачи и вызовы и мы должны достойно на них ответить и непрерывно совершенствовать системы оказания медицинской помощи. Еще одна тема – поддержка многодетных семей. Сегодня члены Кабмина утвердили новые правила предоставления земельных участков. Вводится понятие с 1 января 2019 года садоводство и огородничество. Соответствующие изменения касаются тех видов предоставления земельных участков, под которые раньше у нас многодетные семьи писали выдачу под дачное строительство. Для садовых земельных участков предполагается, что они будут предоставляться и земель населенных пунктов, а касательно огородничества это могут быть категории как населенных пунктов, так и для сельхозпроизводства. И следующее, второе изменение – это касательно срока действия данного закона. У нас он традиционно, срок действия продлевается с учетом действия материнского семейного капитала. Члены Кабмина пересмотрели величину прожиточного минимума. В республике состав и объем потребления продуктов питания, включенных в корзину, определяется законом Чувашской республики в потребительской корзине. И напомню то, что потребительская корзина состоит из 11 групп, которые включают в себя 42 наименования продуктов питания. И по расчетам, таким образом, величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в третьем квартале у нас составила 8791 рубль. По данным статистики, в третьем квартале в республике подешевели овощи и фрукты, но подорожало мясо. Величина прожиточного минимума рассчитывается, исходя от потребительских цен и влияет на социальные выплаты. Дмитрий Ковалев, Борис Андреев, Республика.